Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Вчера в Рязани открылся международный юношеский турнир по теннису Кубок Кремля. Сражаться за победу на кортах Академии тенниса имени Озерева в течение нескольких дней будут сильнейшие молодые спортсмены мира. В нашей студии Александр Гордеев. Очень впечатляла особенно детей торжественность и степень придания значения нашего региона данному мероприятию. Ну тогда сразу об участниках. Ну участников было достаточно много и они еще и остались, потому что продолжается борьба. Участники 26 государств, если включать и отборочный этап, на сегодняшний день осталось представители 24 государства, в состав которой входит Россия. Ну это Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, практически вся Европа очень достаточно, так сказать, разбросанная. Ну страна СНГ безусловно, традиционный Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Всегда есть кто-то, кто немножечко на полшага впереди. Ну безусловно, потому что этот турнир начался после завершения турнира почти такого же уровня, потому что высшего Кубка Кремля в России среди теннисистов юниорского разряда нет. И победители, которые были там, приехали сюда, безусловно, хотят этот титул подтвердить. Поэтому борьба идет непростая. Скажу так, что вчера последний запуск был теннисистов в 11 вечера. Это, наверное, морально очень сложно смотреть, как играют соперники, что по результату, как оценивают. Ну безусловно, сам по себе тренировочный процесс может проходить под руководством тренера гладко. А когда ты выходишь и в незнакомой обстановке, и один на один с теннисистом, который не только, ты его просто не знаешь. Безусловно, это психологически сложно, очень много тонкостей. И они могут, как и многим ребятам вчера, вот просто не сложилась игра, просто не получилось. То есть, а тут вот эта вот борьба теннисная, она и формирует и характер, и нравственные качества, но и самое главное психология. Потому что технически овладеть навыками тенниса владеет очень большое количество. А игровые, интеллект, умение мыслить на корте, поменять игру, манеру и добиться успеха, ну это удела, в общем-то, не каждого. Поэтому тренерская работа, она сводится не только к общей физической подготовке, не только к освоению тенниса, техники, игры, но и психологии, безусловно. Очень импонирует, что снова Рязань принимает почетных гостей. Об этом пару слов. Почему именно мы? Ну, в данном случае, здесь мы в рамках действующего между правительством Рязанской области договора и Федерации теннис России, Рязань первая среди других регионов построила такую академию. Это государственное автономное учреждение, исключительно государственное, это в первую очередь. Во-вторых, уровень самой этой академии, так сказать, по той программе, которую Федерации тенниса России утвердили у президента, мы среди первых. 8-12 таких должно быть для всей России, с тем, чтобы уровень тенниса поднять на мировой и вообще быть первыми в мире. Вот такая стратегическая задача. Поэтому мы первые. Естественно, с тем, чтобы и рязанский теннис, и российский был на академическом уровне. Мне очень нравится, когда вы сравниваете вот это. Да, ну это действительно так. Поднять его на академический и международный уровень, безусловно, нужны хорошие тренеры и турниры. Потому что наши рязанцы должны видеть эту высокую планку того уровня, на котором играют и в их возрасте мальчики и девочки очень хорошо. И для того, чтобы к ним подтянуться, либо их обыграть, надо очень много работать и, соответственно, надо этот уровень видеть. Поэтому это, безусловно, правильное, это запланированное, что называется, мероприятие. Мы очень признательны Федерации тенниса России, которая из Москвы и из других регионов. Нам в этом году пять такого уровня мероприятий, турниров, что называется, они переехали в Рязань. И вот этот наиболее самый высокий. В феврале у нас будет проводиться зона Европы. Это командный турнир самых лучших команд. В мае международный турнир Озерова на его призы, который также перекочевал из Подмосковья. И он и в Сочи игрался во всех городах, но теперь он будет в Рязани. В августе будет проводиться первенство академии или теннисных школ российских. Формируются самые лучшие команды из них. И вот они будут играть. Цель простая. Возраста этот до 15 лет или 14-летнего возраста играют дети, мальчики и девочки. 2002-2003 год в основном. Затем до 13 лет. Эти возраста, которые должны привлечь с одной стороны внимание наших теннисистов, нашего региона. Мы об этом уже говорили. А самое главное других. Потому что мы в академию привлекаем и лиц, которые проживают на других территориях. Потому что в России мы одни. Мы первые. Соответственно, у нас и задача ложится такая. Хватит всех. Министерство спорта поставило России такую задачу и федерации. Потому что мы должны привлечь талантливых детей. Не только центрального федерального округа, но и других. И на самом деле они уже приехали. И здесь сегодня три девочки бьются. Вот уже они являются учениками академии. Но тем не менее на этом турнире борются за, так сказать, продвижение пока по лестнице выше. А кто оценивает данный турнир? Потому что сложно выбрать лидеров в спорте. Но еще сложнее выбрать судей. Потому что здесь мнение должно быть непредвзято. А все лучшие тренируют лучших. Что делать? Ну, во-первых, состав судейской бригады утвержден. Федерация Тенниса России. По согласованию с руководством судейской квалификационной коллегии. Международной, АТФ. Напрямую. Сейчас с теннисного корта приходит соответствующая информация. Главного судьи о результатах. Может быть, немножко некорректный вопрос. Но у кого воля к победе сильнее? У мальчишек или у девочек? Ну, на сегодняшний день однозначно доминируют везде девушки и женщины. Это приятно. Это надо признать. Ну, и по уровню, который демонстрирует Тенниса. На сегодняшний день наш самый высокий, начиная с Шараповой и других членов нашей сборной. Ну, также, так сказать, у нас на сегодняшний день пока не наблюдается спад. Потому что вот команда молодая, Кубка Федерации, она еще два-три года по оценке самого главного нашего академика тенниса, Шамиля Торпичева, когда она может быть также первой в мире. Но в Европе теннис российский, он среди первых достаточно очень и по массовости, и по своему качеству, и по уровню. В заключении, что бы Вы сказали родителям и детям, которые сейчас мечтают о ракетке, но не знают делать ли этот выбор? Сегодня же и в ближайшие дни этой недели надо прийти с детьми, значит, вход свободный и обязательно посмотреть. Пусть дети сами... Увидят накал, эмоции, грунт. И вдохнут вирус этого великолепного и наиболее полезного вида спорта. Это нужно увидеть непосредственно с трибуны, посмотреть, пообщаться с такими же мальчиками, девочками, сравняться с ними, так сказать, физическим просто ростом. А потом овладеть этой техникой, безусловно, записаться в академию, учиться, овладевать техникой, а потом уже стать звездой в этом виде спорта. Он очень интеллектуальный, скажу вам так, что только вчера Шамиль Ильянович озвучивал и называл количество наших теннисистов, которые учатся в вузах Соединенных Штатов Америки. Потому что обладание этой игрой, хорошее, является проходным билетом без экзаменов в вузы Штатов. Их 442. То есть теннисиста, который получает образование в университетах США. Я думаю, что это высокий показатель. Если не мировой уровень самого теннисиста, то это тоже дает хорошее право получить образование. Спасибо за встречу. А мы желаем всем спортсменам удачи. И прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.